Мы переходим к 12 главе, 10 стих. А на дом Давида, на жителей Иерусалима, излиют дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об Единородном Сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. Мы смотрим на пророчество, которое говорит о втором пришествии Мессии, то есть мы как бы в будущем и смотрим, оглядываемся назад. Вся эта глава говорит о втором пришествии Мессии. И в частности, Армагеддонская война. Мы не будем углубляться, но это просто, чтобы вы знали, о чем это. И 10 стих для нас уместен, потому что там сказано о первом приходе. Мессия был отвергнут еврейскими лидерами во время первого прихода. И это необходимая предпосылка во время во второго прихода. Чтобы еврейские лидеры покаялись, когда они отвергли его впервые. И попросили Бога возвратиться. Захария 12.10 И Захария Говорит о той печали, которую они будут испытывать Печаль еврейских лидеров о том, что они отвергли его, когда он впервые пришел. И в контексте нашей темы Можно три пункта здесь сказать. Первый пункт вот какой. Это еще одно подтверждение того, что Мессия будет отвергнут еврейскими лидерами. Второе. Нам уже Исаия сказал, Что Мессия умрет. Но теперь мы видим, как он именно умрет. Его пронзят. Третье. Это Господь, который говорит. И говорит о себе. Они посмотрят на меня, которого пронзили. Что Иегова был пронзен. И снова нам сказано, что Мессия будет самим Богом. Слово пронзен. Проткнули его. Это исполнилось во время распятия Иешуа. Когда римский солдат Проткнул его бок копьем. Как записано в Иоанна 19 главе. Стихи 31-37. Давайте кратко рассмотрим, как некоторые раввины рассматривали этот отрывок. В Талмуде есть следующие истории. Суха. Даже книги. Сука. И комментарий такой там задерживается. Почему это рыдание в мессианские времена происходит? И разные раввины дают разное толкование. Одно толкование, что они будут плакать о мессии бен Иосифе, убитом. А другое толкование, что они рыдают о убиении злых наклонностей. Идея о наклонности к греху. Их комментариев идет о том, что он говорит, «И он хорошо, что он говорит, что из-за слава Мессиа, когда он согласен с этим письмом». Главное слово, я знаю. Попробую, чтобы простить это немного. Я цитирую из Талмуда предложение. Причина в том, что Мессия убит. И это соответствует с этим стихом. Захария 12.10. Если бы это относилось к убиению злых наклонностей, злых намерений, наклонностей ко греху, то нужно было бы спросить, должно ли это быть поводом к плачу? Не должно ли это быть поводом к радости? Тогда зачем мы должны плакать? Вы понимаете это? Я знаю, что это немного сложное, но рабы всегда очень сложные. Поэтому они говорят, если это говорит о смерти Мессии, тогда это хорошо. Тогда мы должны плакать. Но если это смерть наших наклонностей ко греху, тогда, может быть, нам надо радоваться. Ведь мы не будем грешить больше. И наклонность ко греху удалится. В Захарии 12.10 стих мы видим дальнейшее подтверждение того, что Мессия будет отвергнут еврейскими лидерами. Также, что Он претерпит насилие, насилическую смерть, Его проткнут. Так же, что Мессия будет как Богом, так и человеком. Окей? Это было коротко. Захария 13. Так же начинается с описания доброго пастыря. Седьмой стих. О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего. Моего говорит Господь Савов. Порази пастыря, и рассеются овцы, и обращу руку мою на малых. Седьмой стих, в принципе, является итогом 12-й главы, всей 12-й главы. И пастырь в 7-м стихе это добрый пастырь как и описано в 11-й главе, 14-м стихе. И далее пророк подтверждает тот факт, что Мессия будет и Богом, и человеком. И человеческая природа Мессии очевидна. Как он говорит, против этого человека. И дальнейшие слова никогда не были адекватно переведены на английский. И поэтому не видно Божественности Мессия. В некоторых переводах сказано «Мои коллеги», «Мои товарищи». Но вы видите, говорится «Мои равные». Поэтому стих нужно было бы так читать. «Мои equal». 7, it's last part of 7. Sorry, yeah. Which verse? 13-7, yeah. Last part. Last part. Well, actually it's against, it's almost the first part. «Aвake sword against my shepherd, against the man who is close to me, as I have it here in this translation. But it should read, and against the man my equal. Okay, in Hebrew it reads, He says, I will turn my hand against small ones. На малых в русском языке, а в ибрите на моих равных. Стих нужно так читать. Меч, поднимись против моего пастыря. Против человека, кто мне равен. Это так нужно читать. Так на ибрите звучит. И, конечно, для того, чтобы быть равным Богу, Мессия, в принципе, должен быть Богом. Это не видно в английском переводе. И в русском также не видно. Но это очень ясно на ибрите. Также в этом стихе особенный акцент на природу насильственной смерти Мессии. И также его смерть станет причиной растения Израиля. Пастырь был поражен примерно в 30-м году. Время распятия Ишуа. А овцы растелись в 70-м году. Когда растелся Израиль. Эти слова применимы к ученикам Ишуа. Как сказано в Матфея 26-й главе. Матфея 26-31-32. Ишуа сказал им, Так говорит им Иисус. Все вы соблазнитесь мне в эту ночь. Ибо написано, поражу у пастыря и рассеются овцы. По воскресенье же моем. Предварю вас в Галилее. Первоначальная ссылка здесь идет на 70-й год. И рассеяние в 70-м году. В 7-м стихе. Как говорится в некоторых трансляциях. Даже маленькие. В переводах сказано. На руку обращу мою на малых. На обычных, простых людей. Обычные люди будут страдать из-за отвержения Мессии. Отвержения лидерами Израиля. Закхария 13-7 teaches us. Что Мессия будет Богом. Седьмого стиха. Мессия будет Богом. Он насильственно умрет. И смерть Мессии приведет к рассеянию Израиля. И мы переходим к следующему. Последнему. Мы переходим к Малиахи. Малахи. 13-1. Малахи. Три-1. Мы, может, раньше закончим. Если вопросы есть. Можете задать. Вот, я посылаю Ангела Моего. И Он приготовит путь предо Мною. И внезапно придет в храм свой Господь. Ангел Завета. Которого вы ищете. Которого вы желаете. Вот Он найдет, говорит Господь Саваоф. Только в двух отрывках в еврейских писаниях говорится о предшественнике Мессии. Первый мы уже рассмотрели. Это Исайя 40, стихи 3-5. Второй отрывок здесь. Малахи. Третья глава. Первый стих. Предшественник Мессии во время Его Второго прихода. Это во предшественника мы видим в Малахи 3-4. 4-4-5-6. Он будет, как и пророк Илья. А предшественник Мессии во время Его Первого прихода. Никогда Он не назван. Ни здесь Он не назван, ни в Исаии. Только в Новом Завете мы узнаем о Нем, как Иоанн Креститель. Ишуа говорил об Йоханане толпом людей. Он сказал, вот о Нем написано в Танахе. Я посылаю Своего Посланника перед Тобой. Он приготовит путь к тебе. Я говорю тебе, что среди рожденных женами не было никого большего, чем Йоханан Креститель. Однако даже меньше в Царстве Божьем будет больше, чем он. Малахи последний идет в Ветхом Завете. Его пророчества были последними откровениями от Бога. For over 400 years. Like a break in 400 years after him. Yeah, okay. After Malachi, there is a space of 400 years. Малахи был перерыв длиной в 400 лет. Интересно, что значит его имя на иврите. Означает «мой посланник» либо «мой ангел» Малахи. И также слово на иврите в третьем стихе. Получается, слово на иврите, которое означает «мой посланник» в первом стихе. Третья глава первого стиха звучит как «малахи». И следующий пророческий голос, который Израиль услышит, это уже 400 лет после Малахи, будет глаз Иоанна Покрестителя, Иоанна Погружающего. И весь стих первый говорит о пришествии Мессии. Говорится, он внезапно придет в храм свой. Это второй храм, восстановленный Зарававелем. И также модернизированный Иродом Великим. Именно в этот храм Ишуа пришел. Дважды. Чтобы очистить храм от минущиков денег, что мы читаем в Иоанна 2 главе, стихи 13-22, и Матфея 21, стихи 12-13. Текст в частности говорит «Его храм». Этот храм принадлежит Мессии. У него полное право обладать этим храмом. И он может делать то, что захочет. И когда Ишуа очистил его, можно сказать, он применил таким образом свою власть, свое право на владение на храм. 2-5 стихи говорит о очищении Господом людей во время Его Второго прихода. Таким образом, мы подошли к концу пророческих книг. И Малахия говорит нам здесь в конце И Малахия сказала, что будет предшественник, предвозвестник Мессии. И на этом мы сегодня закончим, завтра продолжим Писание. И немного осталось времени. И если у кого-то есть вопросы,